В Москве 1 октября полиция задержала рабочих компаний Ингеоком, протестующих из-за невыплат заработной платы. Среди протестующих было немало уроженцев Центральной Азии. Расскажите, пожалуйста, что за суд сегодня был? По данным правозащитников, задержаны 16 человек, более половины из которых являются трудовыми мигрантами из стран Центральной Азии. Их направили в отделение полиции Пресненского района в центре города. Как передает портал УВД-Инфо, акция проходила возле здания правительства Москвы. По словам активиста Александра Зимбовского, рабочие пришли к зданию столичного правительства в надежде добиться справедливости в вопросе выплат заработной платы. До этого они обращались в другие инстанции, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. История с невыплатой зарплаты компании Ингеоком тянется уже многие месяцы. Ее работники уже не в первый раз вышли на публичную акцию из-за невыплаты зарплат. Работу строим метро в Москве, 5 месяцев не получили зарплату. В марте 2016 года протестующие были возмущены тем, что не получали денег на протяжении 5 месяцев. По словам правозащитника из Таджикистана и Крама Хамуралиева, строителям приходилось работать без выходных по 10-12 часов в день, без соблюдения техники безопасности и норм трудового права. Уважаемый Таджикистан, Узбекистан, одни проблемы.